Добрый день, друзья! Сегодня я покажу на камеру. Хочу нарисовать какие-нибудь небольшие цветы. Жена попросила что-то такое сине-фиолетовое в квартиру. Пока не пришли студенты, у меня есть около часа. Я начну работу. Не факт, что я закончу за сегодня, но тем не менее. Работа небольшая, 50 на 60 размер холста. Все это можно делать в меньшем размере. Простое что-то. Я думал, пока чай пил. Какой-то столик, поверхность где-то одна пятая. Солнце пущу, наверное, с левой стороны. Когда пишешь с левой стороны предмет, освещенный с левой стороны, желательно его смещать в правую сторону. Я уже говорил в некоторых видео, это связано с тем, что мы считываем обычно светлые участки освещенного предмета. И чтобы не было перекоса такого композиционного, вправо смещаем. И вот этот светлый участок попадает чуть-чуть ближе к середине. Уже нет такого диссонанса. То есть небольшой процент. Вот чуть-чуть, где-то процентов 5-10 я смещаю в центр обычной вазы. Вот тут донышко. Так, донышко, горлышко. Сентября. Там меня жена попросила, когда я отрисовал цветы синие, они проданы. Маленькие цветочки. Я попытаюсь их сегодня. Вряд ли я закончу, но хотя бы начну. Так, вот какой-то вот такой. Вот у меня какой-то эскизик я сегодня делал. А, да, у меня тут молочник какой-то был. Молочник. Так, проверяем бедрышки. Не бедра, а у предмета ключевые точки. Вот эти, вот эти все проверяем на симметрию, чтобы не было перекоса. И теперь выворачиваем, смотрим. Так, тень пускается вот сюда, на фоне какого-то забора. Вот. Широкие доски пущу. Внимательно отнеситесь, если вы чешите вазы всякие. Если мы смотрим сверху, вот это донышко, оно пропрогнутое. Так, и вот тут вот такой разваленный букет сентябрят. Сентябрят, это такие, их по-разному называют, фиолетовые цветочки осенние. В сентябре они цветут. Так. Все. Уже время поторапливать немножко. Немножко студенты скоро придут. Так что я вынужден торопиться. Итак, быстренько разбрасываем. Разбрасываю. Что, можно вот как камертон сначала степень белого. У меня будет такое теплое, теплое солнышко. Солнечный свет. Теплый. Для этого беру охры немножко. Кадмии желтые, темные. По краскам. Марс коричнево-темно-прозрачный. Умбра натуральная, санет. Английская, красная. Кадмии красный-темный, по-моему, темный, да. Кадмии оранжевый. Кадмии желтый-темный. Кадмии желтые-светлые. Кадмии лимонные. Не факт, что они нужны. Какие-то из них охра желтая обязательно. Травяная. Окись хрома. Бирюза. Ультрамарин. Голубая FC. Краплак розовый. Прочный. Прозрачный. И сажа. Газовая. Черная краска. Все, в принципе, взаимозаменимо. Ну, наверное, кроме кадмия, вот это вот. Вот этот нужно будет. Розовая. И голубая FC. Я буду из него делать фиолетовый колер. Так, вот немножко беру этот цвет умбры. Чтобы не было очень яркого цвета. Делаю поверхность типа скатерти какой-то белой. Вот. Вот такой вот темный цвет. То есть не белый. Внимательно относимся к белому. Белый цвет восприимчив. Очень восприимчив. К рефлексам. Поэтому он не может быть белым. В принципе, в природе он всегда будет окрашен. А тем более тут скатерс какая-то. Она в боковом свете. Она будет у нас окрашена. Тонким слоем растаскиваем краску. Так, фиолетовый уже сейчас нужно будет сделать. Фиолетовый оттенок для цветов и для теней. Я беру колер составляю. Я уже когда-то про него рассказывал. Еще раз повторюсь. Вот кадмия какой-нибудь. То есть точнее краплак розовый или красный. Лучше розовый. Он более чистый. Мешаем с голубой FC. Хорошо бы, конечно, с ультрамарином мешать. Но с ультрамарином. Ультрамарин дает неустойчивые смеси. Он может потемнеть со временем. Лучше не рисковать. И делать со стабильной голубой FC. Не такой яркий получается. Не такой красивый цвет. Но все равно. Очень хороший. Кроющий. Лисировочный. То есть это обе краски голубой FC плюс краплак. Лисировочные краски. Сохраняются лисировочные свойства вот этой вот смеси колера. В то же время колер очень кровящий. Темный. Очень хорошая рабочая смесь для живописи. В арсенале у меня это всегда. Этот цвет так немножко такой, чуть-чуть потеплее сделаю оттенок. Его можно регулировать. Делать более-менее теплый. Более-менее такой, ну, сиреневый, теплый. Или более в такую холодную чернильную сторону вводить. Это, ну, если процент. Смотрю, какой процент краски. Так, проверяю. Ну, вот, хороший оттенок, да. Хороший. Спокойный такой, не чернильный оттенок. Но и в то же время не очень теплый. То, что нужно. Так. Белый молочник вот этот тоже. Да, работаю на разбавителе. Тут немножко масла. Совсем небольшое количество разбавителей. White spirit или penient, мне не важно. White spirit или penient, точнее. Не принципиально. Так, средний тон молочника. Вот такой фиолетовый, охристый. Наверное. Да, сажу не забываем. Очень хорошо облагораживает и спокойно обесцвечивает краску. Так, вот теневая у нас такая фиолетово-серая. 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 так делим сразу на поверхности вот эта часть возьмет свет хорошо причем теплый такой свет солнечный без учета блика пока работаем такими не очень светлыми красками тут уже меньше берет но тут будет очень теплая краска рефлекс от освещенной поверхности стола теплый рефлекс здесь тоже самое примерно эти же краски на этой поверхности вот в теневую тоже стоит внести вот в эту вот в эту часть тоже теплые теплый оттенок охру ввожу охру плюс фиолетовый то есть тоже теплые рефлексы от поверхности вот в эту часть ручки вот в эту часть ну то есть всегда делим поверхности как будто это зеркала стараемся смотреть что куда обращено вот а вот эта поверхность уже имеет голубой оттенок вот сюда можно немножко ультрамарина попробовать вот эта поверхность тут рефлексировать будет небо плюс эти наши голубые цветы вот эта поверхность вот это вот этот бортик он будет с голубым вот с этим вот эту вот голубую стрелку можно нарисовать тут желтую стрелочку представить обращенная к небу пока вот так вот грубо но примитивно потом будет все это объясняться пока такими большими пятнами и вот эту тень сзади беру вот этот фиолетовый немножко охры сюда умбры чтоб не было очень цветно и потом аккуратненько очень важно подобрать рефлекс от стола предмет круглый предмет без рефлекса это не предмет здесь обязательно нужно сделать рефлекс такой вот оттенок подбираем рефлекс у нас никогда не будет спорить со светом со светлыми участками он всегда проиграет по тону будет чуть чуть темнее не чуть-чуть а так здорово темнее вот но все же он очень будет заметен относительно к теневой о том что важно часто забывают начинающие это пятно контакта вот оно вот здесь оно темнее чем падающая тень то есть вот вот это вот место где касается предмет даже достаточно светлый такой светлый как белый кушин все равно будет вот эта линия достаточно темной так вот так вот пока пока оставляю в таком состоянии повторюсь тороплюсь немного поскольку придет студентами уже уже особо не поговорить так задник под доски я закладываю вот такое что-то коричневато серо-коричневое что-то вот тут у нас тень будет даже в тень и голубые всякие оттенки слой стараемся делать тонким я еще буду снимать вот эту вот краску чем-то чем-то тем легче будет потом работать это под теневое вот такой достаточно темные краски вот свет немножко посветлее все вот это повторюсь под доски я сначала закладываю темные краски потом поверху еще пойдем на высветление но все равно достаточно темные краски должны быть да и важно немножко дифференцировать вот разделить слегка вот эти доски вот например одна у меня будет с зеленым оттенком зеленый цветы пока не замечаю чем хороший мульсеный грунт мы потом вытрем под них одно место ну вот здесь не стоит рисовать темноту от досок ну а вот здесь надо смело все это зарисовывать да между досок можно вот такую тень проложить прям темную щели точнее вот эти сразу так так вот так вот так вот так Да. Так. Внутреннюю тень под цветы. Я беру что-то зеленое, например, травяное, можно с фиолетовым. Вот с этим же фиолетовым успокоит, то есть снимет насыщенность зеленого. То есть тень под вот это все зеленое, то есть внутри зеленка вот эта, она не должна быть ярко-зеленой. Внутренняя тень, она такая спокойная. Сверху уже такие зеленые оттенки лягут. Именно на вот такую, на такую темноту. Так. Какие-то фиолетовые оттенки здесь будут от цвету. То есть идем от темного к светлому. На этом участке картина должна быть достаточно темной, все эти краски. Потом они потихонечку пойдут на высветление. Так, в итоге схрома пригодилось. Так. Тороплюсь, делаю неаккуратно, но тут особо аккуратности не к чему. Нужно свежесть сохранять, свежесть мазка, скорость, кстати, скорость, когда работаешь на скорость, когда буквально ставишь себе таймер какой-то и работаешь. Как бы когда тебя это торопит, буквально не успеешь. Очень много таких артефактов получается случайностей, случайных мазков красивых. Вплоть до каких-то вот таких ляпов. Это все хорошо, это можно сохранять как прием. Ну, единственное, тут нужно, конечно, с цветом аккуратно относиться. Так, смотрите, что... А, да, не договорил. Ну, в общем, перфекционизм убивает живопись. Живость в живописи. То есть как-то вылизывать тут что-то не всегда нужно. Сейчас мне нужно перевернуть, проверить. Если есть такая возможность, можно переворачивать, проверять на асимметрию. Вот сейчас вижу, что банка эта очень кривая. Нужно ее немножко подрубить, подрежать, поровнять. Одно плечо поднять, второе немножко можно отрежать. Так же геометрическая точность ни к чему. Ну, чтоб уже совсем криво не было. Нужно посмотреть. Так, теперь снимаю излишки краски, если они есть, чтобы схватилось, поскорее схватилось. Сниму излишки и немножко разотру мягкими кистями. Я обычно пользую вот эти вот цветочные кисти. Они очень хорошо все это делают, растирают, растушевку делают. Тем самым я и скрадываю немножко следы, если остались царапинки от мастихина. Сухой все время отжимаю, а кисть еще тем самым тоже немножко выбирает краску. Лишнее остается только пигмент на поверхности. Тут не столько масла, сколько нужный пигмент. Ну, тонкий-тонкий слой масла. Чтоб он меньше мешал нам в дальнейшем в работе. Вот теперь холст, можно сказать, раскрыт. Так называемое раскрытие произошло, заложили основными пятнами. Теперь нужно работать с ними. Нужно все это уточнять. Уточнять форму, уточнять оттенки и стараться идти уже на высветление. Где нужно, там можно и утемнить, конечно. Но, как правило, мы идем на высветление. Вот я немножко даже пригрязняю, если вы видите, от фона идут какие-то загрязнения на достаточно чистый объект. Это не страшно. Это не нужно писать все чистыми красками, очень чистыми. Сейчас вот этой же мягкой кистью попробую. Так, нет, пока не ложится. Пока щетинка. Иду на высветление сейчас немножко ту же скатерть или что это у меня белую поверхность. Сейчас я ее высветляю до нужной степени. Разными кистями стараемся работать для разных температур и разных тональностей. Так, падающая тень достаточно темная относительно света. И она темнеет к поверхности. Вот здесь она немножко растворена, а вот чем ближе, тем она так бы сгущается. Вот происходит то, что я говорил. Вот сейчас вот здесь пять минут назад или сколько там, десять минут назад я набирал вот эту краску. Она связалась, она стала густой. Немножко поверху дает поработать другими оттенками без смазывания. Вот если долго работать, этот эффект пропадает. Уже такого нету склеивания, как бы приклеивания. И уже такая краска более-менее жидкая становится. Краску поменьше. Вот очень важно не управлять количеством краски. Чем меньше, тем лучше. Потом, если нужно будет, цвета можно проложить буквально там с палец толщиной. Пока не нужно. Все вот эти тонкие оттенки, нежные переливы цвета, они только на тонких поверхностях заметны. В тонких слоях. Так, вот тут у меня теневые будут от цветов. Так, блик пока предварительно наметен где-то вот здесь будет. Вот даже блик, он не белый, он должен иметь оттенок. В данном случае солнечный оттенок. В этом случае мы тоже близко нежу. Но если у меня этоじ體, напишите, тем лучше. И я за компаницией она будет видеть. В данном случае внутренне, оно может быть, что они устроены. В данном случае он часто будет видеть, что он не должен попасть. И это то, что он не чувствует. То есть, что он действительно не чувствует. Вообще, ваше дешево можно просто подать, что он не чувствует. проверяем или перевертыванием или фотографируем если большой размер фотографируем и зеркалим или через зеркало смотрим вот эти симметрии у нас в голове тут чертю что происходит мы ну редко когда человек может сложную фигуру сделать в симметрии верно нужно проверять но без фанатизма не нужно вычерчивать ничего так на глаз так 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 жестко делим предметы на тепло и холод то есть усиливаем природе вы этого можете не заметить там не так это выражено художник должен четко вот эти вот температура разбрасывать вот вот эту температуру перекладывать на вот эту поверхность обращенную к так вот немножко можно опять же мягкой кистью сплавлять вот эти краски оттенки между собой можно не сплавлять если кому не коробит мазок а это очень хорошо можно оставлять в маске то есть чтобы все было на в наборе мазков это очень художественно художники пишут часто именно мазком и не сплавляют вот эти между собой переходы это не обязательно теперь что касается досок как только схватится уже возможно схватилась вот эта краска можно попробовать я это делаю всегда вот этими цветочными кистями они широкие мягкие густую краску подбираю на высветление и вот так вот сбрасываю чтобы она вот так вот сухо ложилась вспоминают цвет дерева на солнце такой тепло-серые обычные оттенки можно прям все рыбрать и что-нибудь тепленького туда типа умбра или охра или еще чего-то прежде чем писать цветы мы более-менее так должны вынуждены немножко подогнать доски чтобы задний план был хоть немножко готов принять цветы порисую какие-нибудь трещинки зеленая доска какие-то умбру можно брать что-нибудь лимоночку какую-то сделать теплый зеленый точнее оливково-зеленый оттенок вот прошло наверно минут десять после того как я набирал здесь тонким слоем краску эмульсия вот это вот связала немножко то есть она принимает хорошо то есть не без размазывания принимает краску так тени достаточно глубокие но не черные смотрите чтобы не было очень темно особенно учитывайте то освещение где вы рисуете если очень светлое светлое место светлый день там из окна светлое лампы мощная тогда внимательно делаем поправку надо на том на то как они будут смотреться в обычном помещении так поворачиваем смотрим то есть яркий свет не было черных красок как бы что не казалось что это чернота краска кисть лежит почти почти лежит не вот так кладем кисть и тогда она без давления вот так вот порожит краску то есть краска сворачивается не не ложится мазком а ложится вот такой вот пыльцой как бы красиво рвана имитируя вот эту кору и неровность не полированной доски теперь можно попробовать мягкой кистью какой-нибудь новой плоской порисовать основные какие-то бороздки на дереве подобрать цвет подходящий да можно кстати попробовать карандашиком у кого не очень куда получается да вот можно карандашиком немножко себе помочь тот же мягкий карандаш он рисует и грифель оставляет и добирается до вот этого цвета подкладки которую мы делали вот в данном случае зеленая эмульсия немножко связала вот она первая краска лежит и мы ее немножко достаем карандашиком или помочь себе кистью сейчас мы и то и то будем делать тут я какой-нибудь сучок нарисую вот сейчас подбираем краску и то же самое делаем кистью жиденькая у кого не получается плоской кистью берите тогда же может быть и более правильно брать какую-нибудь круглую кисть вот типа вот такой вот небольшой тоненькой и ей рисовать просто я это более универсально я тороплюсь и все время вот такими вынужден не вынуждена уже привык работать конечно вот такой более удобно набрать цвет какой-нибудь и рисовать такой более-менее длин с длинным ворсом она где такая кисть держит достаточно долгое время держит краску то есть с такой с короткого ворса быстро она сойдет нужно будет с ровным и снова макать вот такая кисточка она типа полу-лайнер или линер как их называют вот у меня нет времени на это но по-хорошему смотрите трещинка вот она вот здесь пошла трещинка да как и край доски он должен светиться то есть рядом с тенью в нашем случае если светить свет слева то с правой стороны от трещинки пойдет свет вот это вот линия будет светиться вот это вот и даже касаемо вот этих трещинок вот здесь вот рядом с трещинкой тоже желательно проложить световую по крайней мере основных таких трещинок вот так получить но получим как бы объемность какую-то натуральность вот вот край рядом с тенью с правой стороны будет свет то есть бортик граница вот этой трещинки или края доски она будет немножко светиться светится теплым кстати серо теплый серый оттенок вспоминайте цвет сухого дерева можно его где-то подсмотреть я беру тут наугад я просто знаю что ну тут как бы играю с краской и знаю что и так сойдет типа что-то вот такие зеленоватые серые оттенки вот на самом деле она более такое не такое цветное конечно но в живописи имеет место быть вот такие вот цветные отношения да еще хорошо как вот тоже когда спокойно работаешь брать два цвета сразу на кисть например что-то темное взять для трещинки для вот этой и что-то намешать жиденькой одинаковой степени жидкости светлая вот и одной стороной накажешь в темную краску вторую в светлую чтобы получилось вот такое берешь ну в нашем случае левая с левой стороны темная будет и вот так вот пытаешься растянуть и уже сразу вот если видите и свет и тень уже сразу рисуется то есть трещинка имеет и свет и тень вот это очень удобно рисовать ветки так рисуют когда сразу два цвета объем получается такая мелочь а можно ну когда не торопишься спокойненько можно все это сделать так вот поддерживать поверхность а чтоб не было монотонно такое белая поверхность я положу как бы теневые какие-то тени так вот Проходит кругами работаю. Смотрите, 10 минут или 5-10 минут прошло после прокладки. Здесь краска густая уже. Нягкая кисть едва справляется, загустевшая. Она сырая, конечно, она еще будет сутки сырая, даже больше, но уже работать можно, удобно работать. Нет вот этой ненужной густоты жидкости. Так, подрубаем форму задним планом. Проходимся сверху еще раз по этим трещинкам, высветляем. Я сейчас отошел немножко, чуть темноватый колорит получается, еще есть возможность немного высветлить. Не забываем отходить, очень важно переворачивать картину. Если в симметрии, то же самое отходить, смотреть на ошибки. Мы далеко не всегда не все учитываем. Отошли, раз у нас глаза как бы открылись, мы посмотрели, бац, какая-то ошибка, симметрия там или перетемнено, или что-то композиция какая-нибудь с ошибкой. Вот так вот можно побить ее немножко картинками. Доброе утро! Доброе утро! Так, для зрителя скажу пока перерывчик, пускай сохнет. Сейчас я пока что занят. Во время занятий у меня уже не было возможности комментировать на камеру происходящее. Я это делаю уже постфактум. Но была возможность подходить к холсту и что-то делать. И на это у меня было не менее часа. Вот. Что я сделал за этот час? Прошелся по доскам немножко, по заднему фону и, собственно, занялся уже букетом на высветление. Я начал со стеблей, со стебельков, преимущественно на окисе хрома и разных его вариациях там с охрами, с чем-то еще, такими не очень яркими цветами. Причем начал я это делать, как видите, веерной кистью, большой щетинной веерной кистью. Она так неплохо имитирует, собственно, такую структуру немножко мохнатую этих цветов. Вот. Немного выпал кусочек из видео. Не включил камеру, где наносил подкладку под цветы. Но это просто фиолетовые пятнышки среднего тона этим фиолетовым колером Краплак плюс ФЦ. Вот. И потом уже более-менее по деталям, разными кистями, включая тоже веерную или вот сейчас какая-то мохнатая козья небольшая кисточка. Она тоже дает такой мохнатый вход, не очень четкий, не как у ромашки, а такой вот слегка зыбкий, такой вот то, что нужно. Поскольку там у этих цветов лепесточков больше, чем у ромашки, они как бы видятся колюченькими такими. Естественно, правая сторона букета немножко более затемненная, поскольку солнце как бы слева из-за плеча. Вот левую часть зажигаем больше. Вот. И далее уже с помощью небольших кистей работа по деталям. Делаю я, кстати, это с помощью своего инструмента, муштабеля. Ну, это как в качестве небольшой рекламы. Можете посмотреть под видео информацию о нем. Вот. Очень удобно. Для таких работ, когда ты много вынужден работать на деталях, этот инструмент просто незаменим. Так, да, вот веточка слева бросил за букет, за вазу, чтобы чуть выровнять композицию. Было пустовато и немножко перевес в правую сторону композиции. Так, что еще? Ну вот, да, ну, как средний, на посреднему тону я и тени добавляю немножко, вот этим лайнером, небольшой кисточкой тонкой, так и, собственно, на высветление. Вот и вся работа. Кстати, да, серединки пока рисовать не нужно. Нужно сначала сформировать чашечку, а потом уже в нее серединку. И вот еще подсказка. В правом нижнем углу у меня появилась розовая светлая от Санет. Я ее применил для того, чтобы немножко зажечь букет. Не хватало силы краплаков. Вот. Пришлось применить эту краску. Единственное, хочу предвести речь. Краска хорошая, яркая, но ей нельзя работать на масле, или на тройнике с содержанием масла. Иначе эта краска может дать такой легкий ореол. У меня это случалось. Аккуратно, краска немножко небезопасная.